Зимфира Шамфудзим Японская Зимфира Зумфира Значит, а спрашивает, что Калифорния бывшая мексиканская земля, так же как и Техас Но это любимая тема националистов Раньше советской пропаганды, кстати, очень много Современные националисты и современная пропаганда, поскольку это одно и то же Националисты из той же компании, кремлевской, берут из советской пропаганды Зато у вас негров вешают, ну и так далее Это очень сложный вопрос, пытаться копаться в вопросе, кому что принадлежало раньше Понимаете, самая уязвимая позиция, безусловно, у России Поскольку колониальные захваты начались очень поздно, ну, по сравнению с европейскими государствами Вот, и проходили, конечно, ну, более жестоко То, что касается мексиканцев и Калифорнии, ну, до мексиканцев это принадлежало индейцев Или там майя, или другим племенам А до этого еще кому-то На Ближнем Востоке Эта тема очень острая Там все это переходило из рук в руки В течение тысячелетий И по поводу любого куска земли Любой территории можно найти период, когда собственность была, ну, вот Кому захотите, тому и принадлежало Вот, это не перспективно Именно поэтому в свое время Европейцы показали пример всему остальному миру Было подписано соглашение о нерушимости границ Которая, кстати говоря, не предполагала, что Не будут распадаться, продолжать распадаться империи Образовываться независимое государство Как это произошло с Косово Но, конечно, никто не предполагал, что Россия начнет присоединять к себе территорию Это варварство Просто обыкновенное варварство Так что, да, это серьезный аргумент Современная пропагандистская кампания Вот, но очень слабый аргумент Субтитры создавал DimaTorzok